Это программа «Дело по плечу» Программа, в которой мы, в общем-то, пробуем всегда на себе различные профессии И рассказываем о людях, которые в этой профессии работают Сегодня выпуск не очень обычный, потому что сегодня я решил совместить приятное с полезной Выполнить свою работу, узнать про новую профессию И при этом попробовать очистить кресло своей машины от всякой въевшейся в ней грязи Это программа «Дело по плечу» и сегодня мы пробуем на себе дело дитейлера Пойдемте! Рассказывать мне про нелегкий труп дитейлера будет Дарья Даша, привет! Привет! Даша, помнишь тот момент, когда ты решила, что ты будешь дитейлером? Человеком, который будет делать машины внутри красивыми? Нет, это просто пришло спонтанно То, что один раз попробовала, мне понравилось Моя вон та Пойдешь смотреть? Да, пойдем Ну, пойдем смотреть Что ты скажешь про мою машину? Что ты скажешь про грязь на сиденье? У меня просто ездит там ребенок и периодически там, ну, что-нибудь проливается Там ребенок может есть пюрешку, пюрешка упала Или там сухарики какие-нибудь, все это рассыпалось Страшно или не страшно? Нет, это на самом деле не страшно Это все убирается достаточно легко С чем самым страшным ты сталкивалась на сиденье автомобиля? На сиденье автомобиля это пролитое молоко Это самое страшное, поскольку запах очень тяжело вывести С чего начнем? Тебе надо загнать машину и переодеться Я загоняю, а ты готовь мне обмундирование Хорошо Я всегда думал, что химическую чистку салона делать долго Специалистов хороших в городе нет И что самое главное, это очень дорого И доступно лишь для обладателей машин, ну, скажем так, премиум класса Дарья меня разуверила, приезжают все И на советской классике, и на немецких машинах известных брендов Начнем с того, что надо переодеться Обязательно перчатки Потому что работаем с химией, которая может разъедать кожу Разъедать кожу? А, слушай-ка, я начинаю, да, переживать сразу за, когда говорят, разъедать кожу Начинаю переживать сразу за свое сиденье Нет, сиденье мы будем делать с химией плюс мочек плюсос, да Начнем мы с того, что мы будем заправлять химию, то есть баланс Химия? Страшное слово А химия какая? Российская, иностранная? Очиститель салона, российский, фима АИС, да Производится в Долгопрудном Дорого или недорого? Нет, цена средняя, то есть доступный человек, сам любой человек может приобрести Вот такой литровый баллон, по-моему, в районе 250 рублей Всего? Да Отлично Берем стаканчик мерный Берем стакан мерный Так, сколько надо налить? Его наливаем 200 миллилитров Не больше, не меньше Угу Так, 200 Выливаем вот сюда баллон И вода 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 Сколько воды? Воды до полного До полного? Так, дальше что делать? Теперь начинаем с тобой со спинок Со спинок? Да, потому что, то есть, тебе надо будет присаживаться, чтобы мочим пылесосом проходить Ага Мочим спинки Так, итак, просто, насколько надо, ну, грубо говоря, равномерно, сильно, чтобы влажно было, чтобы стекала капелька Нет, просто равномерно наносишь Просто жмем и... Слоями, да Химическая чистка автомобиля оказалась не самым сложным делом Наносишь средства, немного ждешь и смываешь Если все очень грязно, следят шоколада, молока, масел и прочего-прочего, повторяешь процедуру Кстати, сиденье автомобиля не труд щетками и тряпками Все делается с помощью моющего пылесоса Это специально моющий пылесос для химчистки Каким образом двигаться? Так, на себя На меня? Да Вот, про... Да, и постепенно спускаешься вниз слоями А надо нажимать? Да Если вы хотите сделать приятное своим домашним, которые часто ездят у вас в машине Заедьте, сделайте химчистку салона И запах послужее будет Да и все-таки ездить в чистой машине Значительно лучше и комфортнее Мастер-класс, друзья! Мастер-класс начался! Приезжая на химчистку на автомойку на плотине, вы можете быть уверены, что все будет сделано на крепкую пятерку Да плюс тут индивидуальный подход к клиентам не просто красивые слова Мастер обязательно осмотрит весь автомобиль, оценит общий вид И может предложить мойку автомобиля, полировку окон или другие работы в подарок клиенту Вот вроде мелочь, а чертовски приятная мелочь Пока эти мысли крутились в голове, мы почти дочистили заднее сидение моего авто Я не знал, что заднее сидение, особенно сама сидушка, настолько грязная Туда просто комья грязью улетает, комья А это значит, что, друзья, правильно Это значит, что сколько раз в год надо делать химчистку, Даш? Ну, желательно, два раза в год Два раза в год, чтобы ездить на чистом автомобиле? Да Даша, а вот эта химия, вот этот очиститель для сидения, это единственное, что мы будем делать с машиной? Или еще что-то будет? Нет, мы еще с тобой будем использовать пеногаситель То есть для того, чтобы загасить все любые возможные аллергические реакции в дальнейшем, то есть у людей Тем более, что у тебя ездит маленький ребенок сзади То есть нам надо загасить, чтобы все вот прям идеально было Так, хорошо, сразу вопрос А если, например, у человека не ездит сзади маленький ребенок, не будешь делать пеногаситель? Так же все равно То есть это для всех? Это для всех, да Чудно Так же это, чтобы мало ли не было никаких аллергических реакций Сейчас нам надо перезаправить наш моющий пылесос А вот это вот, дорогие друзья, вдруг, надеюсь, что вам видно Вода Здесь была белая Ну, то есть прозрачная, чистая вода была Сейчас здесь я бы не риснул ее выливать даже в грязную речку, чтобы экологию вокруг не испортить Даша, что мы будем делать дальше? Я так понимаю, что мы хим-состав вот этот вымыли с сидения Да, нам надо вот, чтобы окончательно его загасить, берем надпись, баланс с надписью пеногаситель Пеногаситель Так, просто опять Так же и спинки, и сидушки Ну ладно, вам хватит, а то сейчас мы тут ценный пеногаситель сейчас весь выльем на пол Больше всего приносит удовольствие, самое главное, то есть, что человек доволен Можно ли сказать, что в твоем случае работа – это то место, куда хочется приходить каждый день? Да, да, то есть, работа – это хобби, как Генри Форд в свое время говорил о том, что работа должна быть как хобби Работа должна доставлять удовольствие То есть, в моем случае, да, работа – это хобби Вот так вот, друзья Пока машина сохла и проветривалась, я попросил показать мне химию, которой пользуется Дарья в своей работе И чего тут только не было, для каких только работ и пятен не существует реагентов на этой автомойке А самое главное во всем этом – Дарья и ее коллеги точно знают, в каком количестве, как долго и при каких обстоятельствах использовать тот или иной состав А это – признак мастерства, не меньше Особенно важно, как все равно мне Даша, клиенту отдать машину не просто почистив сиденье ему, да, то, что ему надо было Машина должна приобрести законченный вид То есть, плохо будет смотреться, если сиденье чистое, например, да, а двери у тебя вот здесь вот грязные, пятна какие-нибудь, еще что-нибудь Поэтому, когда вы привозите свою машину на даже химическую чистку на мост, на плотину, друзья То с вами сразу будут согласовывать не просто химчистку, а с вами будут согласовывать сразу целый комплекс работ Чтобы машина имела законченный, красивый, чистый вид Гостям на автомойке на плотине всегда рады Работают они без выходных и обеда с 8 утра и до 9 вечера Ребята постарались и создали приятную, лояльную клиентам систему цены и услуг Цены не кусаются, и всегда можно получить приятные бонусы Проверил на себе – химчистка тут на высшем уровне, чего и всем рекомендую Да, спасибо тебе большое, во-первых, за то, что ты позволил мне на своей машине приехать на съемки этой программы А во-вторых, я бы тебя очень хотел спросить Скажи мне, пожалуйста, получится ли у меня, если я вдруг решу сменить профессию Получится ли у меня заняться детейлингом и быть детейлером? Возьмите вы мне к себе на работу В принципе, если еще тебя подучить, некоторым нюансам, некоторым нюансам объяснить Конечно, все у тебя получится, и все дело будет по плечу Спасибо тебе большое, Даша, это было круто Круто